28 декабря в зале заседаний состоялась последняя в этом году 38-я сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамильзов, заместитель прокурора района Николай Бабаев, начальники отдела управлений, главы сельских поселений. Открыл и вел сессию председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение и принятие бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. По данной теме выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Уважаемые депутаты, в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Республики Адыгея от 26 декабря 2020 года номер 417 о республиканской бюджете Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. На ваше рассмотрение и утверждение вносится проект решения Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабрский района 25 декабря 2020 года номер 2054, о бюджете муниципального образования Кашхабрского района 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Очень кратко о сути изменений. Изменения уточняют наши показатели, завершающие показатели этого года. Соответственно, уточняется объем доходов, как налоговых, неналоговых, так и безвозмездных поступлений. Уточняется объем расходов соответственно этому. И выглядит это все следующим образом. Значит, налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 16,499,7 тысячи рублей. Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в муниципальных районах на 25 миллионов. Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Ангей за исключением дотаций на 4,392,5 тысячи рублей. И прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов на 8 миллионов 51 тысячи. Итого плюсом по доходам 53 миллиона 943,2 тысячи рублей. Соответственно, увеличиваются расходы главных администраторов доходов. Если говорить кратко, то это как раз мы закрываем заработную плату, основные расходы, такие как коммунальные платежи, услуги связи и другие первоочередные расходы. Также Аслан Бесланович проинформировал участников сессии о внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 20 декабря 2013 года номер 67 о бюджетном процессе в муниципальном образовании, о бюджете района на 2022 год и на плановый период 2022-2024 годов. Его садогладчиком по последнему вопросу стала председатель контрольно-счетной палаты района Светлана Ворокова. Аслан Бесланович, я хочу демонстрировать анализ контрольно-счетной палаты и проведение экспертизы. Само заключение по результату внешней проверки в полном объеме представлено председателем Совета народных депутатов в муниципальном образовании Кашинова. Здесь я хочу в своем выступлении вас ознакомить вкратце по результату внешней проверки проекта решения о бюджете муниципальном образовании Кашинова на 2022 год. В соответствии с бюджетным кодексом РФ, положение в бюджетном процессе муниципального образования Кашинова, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Кашинова на 2022 год и на 2022 годы, плановый период 2023-2024 годов. Цель проведения экспертизы. Определить соответствие данного проекта решения действующему бюджетному законодательству, а также основным направлением бюджетно-миноговой политики муниципального образования Кашинова на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов, который был утвержден 20 октября 2021 года номер 571. В соответствии с основной характеристикой показателей проекта бюджета ст. 184.1 бюджетного бюджета Советской Федерации и ст. 37 главы 2 положения в бюджетном процессе, ранее утвержденного 20 октября 2013 года на 1967. И, соответственно, проверка на полноту документов и материалов, поставляемых одновременно с проектом бюджета. Рассмотрев представленные администрацией муниципального образования Кашинова на 2022 годы, документы и материалы, необходимые для подготовки и заключения в соответствии с требованиями бюджетного стандартства Российской Федерации, в которой учебная палата муниципального образования Кашинова отвечает следующее. Основные характеристики и показатели проекта бюджета на 2022 год и плановый период соответствуют ст. 184.1 бюджетного бюджета Советской Федерации. Перечень представленных документов и материалов соответствует ст. 184.2 бюджетного бюджета Российской Федерации и п. 1 ст. 17 главы 6 положения в бюджетном процессе муниципального образования Кашинова. Рассмотрев представленные для экспертизы проекта решения в соответствии с решениями задачами, в чем сможет основными направлениями бюджетной налоговой политики и муниципального образования Кашинова. В представленном проекте бюджета Кашинова уже говорил, соответствующие показатели по доходам и расходам. Здесь дефицит бюджета планируется 6 миллионов, что составляет 24,5%, и размер дефицита в данном случае соответствует нормам статьи 92.3 бюджетного кодекса Российской Федерации. По результатам экспертизы определено, что проект решения Совета нового депутата муниципального образования Кашинова о бюджете муниципального образования Кашинова на 2022 год и на плановый период 2023-2022 годов подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства. С учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Кашинова и по основным характеристикам соответствуют цели и задачи, предусмотренные основными направлениями бюджетной налоговой политики. Утвержденное постановлением главы муниципального образования Кашинова 20 октября 2021 года номером 571. Учитывая вышеизложенная, которую еще одна палата муниципального образования Кашинова рекомендует Совету нового депутата муниципального образования Кашинова на 2022 год и на плановый период. По вопросу о даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования Кашинова в государственную собственность Республики Адыгея образовательных учреждений выступил начальник управления культуры Рауф Хурья. Было принято решение о передаче детских школ искусств введения преснегиранских органов власти, так сказать, вывести из абюридикции района. Когда все бумаги были готовы, неожиданно в конце прошлого года Министерство культуры сообщило, что из-за недостаточности финансовых средств невозможное принятие от своего опеку этих школ перехватывается на следующий год. В этом году в конце концов было принято решение, я с собой, что все-таки наши детские школы искусств Кашкабовская и Натербовская напрямую теперь будут отчиняться Республике. О признании утратившим силу. Во исполнении феста Министерства культуры Республики Адыгея от 20 февраля 2020 года и в соответствии с планами предприятия «Дорожная карта» по существованию передачи муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области искусств из муниципальной в государственную собственность Республики Адыгея в 2021 году, Советом народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район было принято решение 28 августа 2020 года о даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования Кашкабовский район. В соответствии с письмом Министерства культуры Республики Адыгея от 12 ноября 2020 года, о приостановке передачи муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области искусств из муниципальной в государственную собственность Республики Адыгея, предлагаю признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район от 28 августа 2020 года о даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования Кашкабовский район в государственную собственность Республики Адыгея образовательных учреждений. Также на сессии был рассмотрен ряд и других важных вопросов. И в заключении глава района Заур Хамильцев и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев поздравили присутствующих с наступающим Новым годом и пожелали всем всего самого светлого и доброго. Хотел бы пожелать всем вам, естественно, здоровья, берегите себя, своих близких, родных, счастья, благополучия. Пускай в уходящем году у каждого из вас все невзгоды останутся, а Новый год принесет только счастье. Всем вам спасибо большое. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать исполнения желания, чтобы Новый год принес вам здоровья, крепкого, радостей. От души хочу тоже присоединиться ко всем сказанным словам. Их еще много скажут. Я надеюсь, что эти все слова будут говориться всегда от души, с теплотой, с радостью, с любовью. Всех поздравить, сидящих в этом зале, депутатский корпус, представители администрации, представители прокуратуры, прессу, глав поселений, которые с нами сегодня на связи в режиме ВКС. Всех с Новым годом, здоровья, всем счастья, благополучия, успехов, больших, хороших дел в следующем году и всевозможного процветания.